Подлёдная рыбалка – одно из любимых, но опасных увлечений горожан. Как только водная гладь акватории рек в Иркутске замерзает, желающие провести выходные на берегу и насладиться своим хобби становится много. И если для некоторых рыбаков это просто спортивное увлечение, то браконьеры вылавливают рыбу в промышленных масштабах для торговли, что, конечно, запрещено. Но на самом деле выезд на неокрепший лёд влечёт за собой массу проблем. В лучшем случае можно потерять улов, а в худшем – жизнь. В Иркутске же статистика радует. В зимний период 19-20-го года не было допущено происшествия гибели людей на водных объектов города Иркутска, провалов атотранспорта под лёд. Ежедневно в ходе патрулирования государственными спецназами по мировым судам центра ГИМС проводится разъяснительно профилактическая работа среди населения в целях предупреждения гибели, снижения травматизма людей на водных объектов. Профилактика – вот один из самых главных механизмов борьбы с незаконным выходом на лёд. МКУ «Безопасный город» совместно с полицией ГИМС выставляют запрещающие знаки в прибрежных зонах и патрулируют места массового выхода людей на лёд. Также закрываются спуски для автомобилей, в том числе в районе плотины ГЭС, набережных Ангары, Ушаковки и Иркута. «Родителям и детям доводится информация о правилах безопасного поведения на воде. Установлены стационарные стенды с правилами поведения на воде и правилами оказания первой помощи. Стенды установлены в наиболее посещаемых гражданами местах. Залив Якоби – 7 стендов. Залив Уильдокола Ангара – 5 стендов. Озеро Квадрат – 5 стендов. Тёплые озёра – 4 стендов. Остров Юность – 13 стендов». Сегодня в администрации областного центра прошло оперативное совещание по безопасности на воде под руководством мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. Глава города дал поручение подключить волонтёров к профилактическим мерам, усилить контроль на берегах и акваториях рек, проверить точки торговли рыбой и всю необходимую документацию. Также Байкальская природоохранная прокуратура включилась в совместную работу служб. «Нам нужна правовая позиция для того, чтобы мы могли это явление упорядочить, несанкционированное нахождение на льду локализовать и всё это сделать в рамках закона, потому что лучше предотвратить такую ситуацию, чем потом кто-то пострадает на льду». Кроме того, Дмитрий Бердников поручил администрации совместно с полицией и спасателями найти и оборудовать безопасные места для зимнего отдыха и подлёдной рыбалки в Иркутске. Тогда любителям такого времяпровождения не придётся нарушать закон. Мадина Халикова, Константин Синицын. Новости сейчас. Продолжение следует...